Позвольте вам рассказать историю. Позвольте вам рассказать историю. Можете потереть ему носик, принесете себе богатство. А богатство у всех разное. Кому-то здоровье, очень большое богатство. А это наши самородки. Здесь мы достаем наше волшебство. А здесь наш чертенок охраняет портал. Но мы не знаем, что там, поэтому и одерегаемся. Он явно ничего не пропустит. У него пять глаз. А эти артефакты приносят нам русала. Дальше вас с ней познакомят. Они нам очень важны. И черная жемчужина. Мы ее уменьшили в 10 раз, чтобы мы могли налюбоваться. Далее передаю слово сестре ярких вам впечатлений. Хорошего дня! Добро пожаловать! Давайте я вам немножечко расскажу об обитателях нашего волшебного леса. У нас есть дракончик Жорик. Жорик, потому что он очень любит поесть. На самом деле это уникальный дракон. Он единственный в своем роде с четырьмя глазами. Можете перейти поближе ко мне, чтобы в этом увидеть. Он был во много раз больше. Размером примерно с наш дворец. Но мы решили его уменьшить, чтобы все люди смогли на него полюбоваться. Рядом с Жориком его верный друг Олень Смирный. Его заколдовала медуза Жоржона, поэтому он у нас наполовину превратился в дерево. Кстати, ее мы тоже похожи немножечко с вами убили. Девушка в белом платье это наша Виктория. Когда-то давным-давно в Казани, в реке Казанки проводились гонки на Сомах. И это первая девушка, которая победила в них. Будет, что ли ее здесь уничтожить. Рядом можете заметить другого огромного обра. Он у нас живет, жил вернее, под землей, под Баумана. Но он уже окаменел, поэтому все, что он смог вытащить, это лишь свою ладошку. Это человек-скорпион. Хотя это и не человек, и не животное, и не мужчина, и не женщина. Но в любом случае будьте аккуратны. Он хоть и развел руки, будто хочет вас обнять, на самом деле он очень коварный и хитрый, и может вас ущипнуть. Это та самая Медуза Жорджона, которая закладывала нашего оленя. Мои братья пытались с ней как-то совладать, но, к сожалению, у них ничего не получилось, и они превратились в деревья. Потому что она, в отличие от своей сестры, превращала всех своих врагов не в камни, а в деревья. Также у нас есть Слипер, наш ловец снов. Он может превратить все ваши хорошие сны в плохие, если вы пожмете ему ручку. А также он может забрать все ваши плохие и превратить в хорошие, если вы потрогаете его. Это наша русала, которая как раз-таки из морей достала для нас автофакты. Она также научила наших китов летать. Когда-то как-то давно, теперь плавали в морях океанах, и спираты хотели их нестрелить. Но русала научилась летать, теперь они спокойны с моря, потому как они переживают о своей жизни. Если вдруг увидите огромное облако, похожее на кита, можете не забирать, это наши птицы, просто они очень хорошо воспринимаются. Здесь у нас бамбуковый лес, в котором живет наша тигрица со своими маленькими тигрятами. Один из них отличается от всех остальных, потому что он у нас самый маленький, самый озорной, убежал в волшебный лес, наелся там ягод, и после этого стал рыженьким. Тигрица отменяет наших ягод, которые можете вот в том домике заменить, где вы на него обещаетесь. Это прекрасная Мэйф, она как птица феникс, возрождается раз в сто лет из пепла, и ей можно доверить любой свой секрет, все равно она забыли к его. Вот эти цветочки вырабатывают пыльцу, а ей питаются лилипуты, вот эти, которые двигаются. Все. oo Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...